Всем привет! Добро пожаловать в это суперполезное видео о том, как рисовать портреты в случае, если вы рисуете их уже давным-давно, но у вас все никак не получается уловить какие-то детали, используя некоторый метод, который в большинстве случаев может быть воспринят как читерство, но так как он очень удобен, почему бы и нет? О чем мы будем говорить сегодня? Сегодня мы будем говорить о методе построения портрета через сетку. В чем суть метода рисования по сетке? За счет создания сетки на референсе, неважно, пусть это будет пейзаж, натюрморт, портрет или что-то другое, мы переносим изображение, сохраняя пропорциональность, четкость композиции и общее впечатление. Если вы хотите нарисовать картину, которая будет плюс-минус точности повторять ваш референс, вашу натуру. С одной стороны, этот метод может показаться схожим со срисовыванием, но на деле это не так, хотя бы потому, что ваши линии не совпадают с линиями на рефе, как бы четко вы не ориентировались на сетку, потому что любой глазомер так или иначе совершает ошибки, если только у вас не супер-пупер-мега-глазомер или если вы не гиперреалист, тогда, конечно, у вас могут и совпадать. Но в случае, если вы гиперреалист, у вас, скорее всего, есть свои методы и данное видео вам вообще вряд ли будет интересно. В чем преимущество и как этот метод помогает в процессе рисования и в процессе обучения, если мы говорим о портретах? Если все делать правильно, то со временем сетка перестанет быть необходима, так как отношения пропорций вы начнете замечать сразу. Такой метод хорош, к сожалению, только для тех, кто уже имеет навыки в рисовании, знает теорию цвета, знает то, как работает цвет, как он создает тени и как за счет этого происходит построение формы. И, собственно, он полезен в основном для тех, у кого есть проблемы с построением, как с самим таковым. Приступим к объяснению, как работать с сеткой в диджитале и как, соответственно, рисовать портреты в диджитале так, чтобы они были похожи, используя этот метод. В первую очередь, как основной инструмент, я очень рекомендую Photoshop, потому что там есть система построения сетки, которая довольно проста и регулируется тоже очень легко. Если у вас нету Photoshop или вы им не пользуетесь, то в таком случае мы поговорим об этом чуть позже. Сейчас мы именно говорим про диджитал. Начнем с портретов в анфас. Для того, чтобы воспользоваться данным методом, для начала нам нужно создать сетку. Для того, чтобы создать сетку в Photoshop, мы заходим в меню «Просмотр», «Новый макет направляющий». У нас сразу появились какие-то линии, появилось окошечко «Новый макет направляющий», в котором мы будем выбирать число столбцов и число строк. Как выбирать число столбцов и число строк? В идеале самым лучшим методом создания сетки, который действительно будет не только использоваться как метод переноса изображения, а как метод изучения пропорций лица человека, это создавать сетку на основе расстояния между глаз. То есть, таким образом, чтобы расстояние между двумя линиями в сетке вертикальными состояло из расстояния глаза. Тут просто подбираем 10 на 10. Ну, вот это похоже за счет, почему я считаю, что это похоже, потому что линии на сетке находятся на середине радужки глаз. Это тоже как один из способов. Таким образом, методом подпора единственный случай, когда у нас получилось сохранить вот это расстояние как основу для ширины сетки, получилось в данном изображении 11 столбцов и 15 строк. Можно строки выставлять любые, какими вам захочется, но если они ближе к квадрату, это на самом деле более удобный способ. Вы можете, конечно, брать любое расстояние, это в целом не важно. Основное правило, которое играет при грамотном построении сетки, это чтобы ширина столбцов этой сетки была равна размеру глаза. Или расстояние между глаз, если нет возможности замерить четкое. Нажимаем ОК. Получаем сетку. Для того, чтобы использовать эту сетку в дальнейшем при построении, мы можем сделать следующее. Мы можем сделать скриншот того, что мы видим, скопировать изображение с сеткой, вставить его и получить одно изображение, на которое сетка уже наложена. И получить изображение, на котором сетка выстраивается автоматически. Теперь, что мы делаем дальше? Дальше мы можем создать новый хост. Возьмем, допустим, вот такой размер. Почти квадрат. Вставляем сюда наше изображение. Оно будет служить нам как референс. Если вы используете такие программы, как PureRef или что-то подобное, то вы можете вставлять это, сохранять это изображение как изображение. И, по сути, использовать его, вставляя в эти программы. Если вы не знаете, что такое PureRef, то вот вам название. Погуглите и пользуйтесь на здоровье. Мы вставили наш референс в изображение. Теперь нам нужно повторить сетку. Такую же, как на референсе на наш холст. Что мы делаем? Мы, опять же, заходим в просмотр. Новый макет направляющий. И создаем квадраты. Почему я говорила, что квадраты самые удобные? Это потому, что квадраты легче будет воссоздать на вашем холсте. И по ним будет легче переносить изображение. Как видно на экране, наших квадратов, которые мы создали для холста, меньше, но они больше по размеру, так как нам нужны квадраты поменьше. Либо мы, конечно, можем начинать рисовать прямо здесь, брать вот это за размер глаза. Тогда у нас получится не все изображение, а, соответственно, только вот та часть, которая поместится. Ну, это чисто вот к разговору о пропорциях. Сохраняя пропорции на квадратах, основываясь на квадраты, мы сможем перенести только часть изображения, если квадраты по размеру больше, чем наш холст. Удаляем направляющие и создаем новые. Вот мы получили сетку меньшего масштаба, что, соответственно, позволит нам перенести больше изображения. Если мы хотим нарисовать в другом ракурсе человека, мы точно так же можем применить сетку. Мы создаем новый макет направляющий точно таким же образом. Создаем сетку в этот раз, в случае, если мы рассматриваем профиль. Самым удобным размером сетки будет являться либо размер глаза, либо расстояние от глаза до границы лица. Я не знаю, ну, до переносица, грубо говоря. Но, вот давайте подкрутим, чтобы до расстояния переносица. Это у нас будет столбцов 14, наверное, нет. Вот, самое ближайшее. Но, как видите, расстояние... Мы просто представим, что мы чуть-чуть передвинем, да, грубо говоря, у себя в уме картиночку. И получается так, что даже при таком расстоянии от глаза до переносицы, квадрат глаза получает большее расстояние. Это не очень удобно будет при переносе построения, сохранении вот этих вот самых пропорций. Поэтому, ну, это просто будет путать. Как бы кому-то это может быть удобней, но на самом деле, на мой взгляд, это будет немного путать. Таким образом, мы оставляем 14... Не, 15. Таким образом, мы оставляем 15. И число строк, тоже создавая примерно квадрат, мы меняем. Вот, 15 на 18, у нас получились примерные квадраты. Ок, print screen. И делаем то же самое, что мы делали в прошлый раз. Мы точно так же создаем... Создаем новый холст, вставляем туда наше изображение с сеткой. Увеличиваем его, сохраняя пропорции. И вот наш референс готов. И мы можем воссоздать это изображение. То же самое, если мы говорим о портретах в три четверти. Мы создаем макет направляющей, где мы за основу берем размер глаза. Размер глаза у нас опять получилось так, чтобы столбцов... Ну, на 15 столбцов. Можно чуть больше, наверное. Ну да, да. Вот это похоже на правду. И число строк... 16 на 16. Референс готов. Мы можем переносить его на нашу картину, на наш холст. Что делать, если у вас нету фотошопа? Вы можете поступить по одному из двух сценариев. Первый – это поискать в интернете. А второй – это скачать файл в описании, который включает в себя вот такую вот сеточку. Она довольно универсальна за счет того, что у нее мелкая клеточка. Она находится на прозрачном фоне. То есть использовать вы ее можете как угодно. В случае, если вы рисуете в Medibank или в SAI, то это, наверное, один из самых удобных случаев нахождения этой сеточки. Теперь перейдем к практической части нашего сегодняшнего урока. Я буду рисовать на iPad, потому что это единственный способ сейчас мне хоть что-то где-то нарисовать. И заодно покажу, как использовать сетку и ее создавать, если вы не знали, в Procreate. Давайте я нашла референс, который меня интересует. В данном случае это модель Barbie Ferreiro, по-моему. Ferreiro или Ferraro, как-то так. На мой взгляд, самый удобный способ работать в Procreate с сеткой – это создавать холст, равный ширине, двойной ширине вашего референса и ставить, грубо говоря, ваш референс и вашу работу рядышком. Я таким образом довольно часто рисую. Это позволяет не только использовать сетку более, так скажем, удобно, но и лучше представлять себе общую картину. То есть иметь больше возможностей сравнить ваш рисунок и изображение, которое вы используете как референс. Сетка в Procreate создается с нажатием на вкладочку на меню действия и направляющие рисования. Правка направляющие рисования. Мы подстраиваем размер направляющих, размер сетки. Вот размер глаз на референсе. Так как у нас модель чуть-чуть в три четверти, я буду ориентироваться по вот этому глазу. По вот этому глазу. Понятное дело, что вы не видите. И составлять размер сетки, ориентируясь на него. Готово. Теперь мы можем рисовать. С чего я обычно начинаю? Я создаю основные направляющие. Где находится ее лицо. Примерно. В каких квадратах, так сказать. Какие квадраты оно занимает, какие оно не занимает. Основные детали. Таким образом, мы сохранили основные черты лица модели с референса. За счет которых мы можем продолжать рисовать. Опять же, почему этот метод будет плох для тех, кто не умеет работать со светом, с тенью и цветом? Во-первых, потому что построение это не единственное, что важно. Нужно понимать, как падает свет, как с ним работать и как изменить изображение в случае, если вы этого хотите, с целью своих художественных предпочтений, так сказать. И что делать в случае, если на референсе, на фотографии, допустим, свет падал так, что он немножечко исказил лицо модели. За счет знания таких основ рисования, как построение через свет и тень, вы сможете исправить эти огрешности фотографии, референсы и нарисовать портрет, именно перестроив основные цветотеневые параметры, но сохранив построение. Потому что построение, оно очень важно. Но это, опять же, это не единственная важная вещь в картинке, в итоговой картинке. Если же говорить о художественном изменении изображения, то есть, допустим, играть с пропорциями, как вы видели, многие художники очень любят увеличивать глаза, например, или еще что-то такое на своих работах, тем самым придавая большего акцента на те или иные особенности лица, фишечки его. Метод рисования сеткой также может быть очень удобно использован в этом случае, потому что, в первую очередь, это игра изменения черт лица, это игра с пропорциями. Меняя пропорции квадратиков, относительно использованных квадратиков в сетке, относительно изображения референса, можно менять и саму структуру, сохраняя при этом гармоничность изображения. Я не знаю, я надеюсь, вам понятно объяснила, в чем этот метод хорош в плане стилизации изображений. Субтитры создавал DimaTorzok 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 А на этом у нас сегодня все. Спасибо, что посмотрели это видео. Ставьте лайк, если вам понравилось. Задавайте вопросы, если вам показалось что-то непонятным. заходите в мой паблик ВКонтакте, подписывайтесь на этот канал. Всем спасибо, все свободны.